ребята всем привет посмотрите на эту морду что-то морда отлежала вы как тебе хорошо обнимаешься с подушечкой до жужа мамина уже уже какие лапки тянется у почвы и вивочка мамина вот он мой маленький животик мой любимый котенок мамина вив ты не хочешь прогуляться на прогулку пойдем гулять пойдем и гулять пошли пошли гулять пойдешь ну пошли хорош валяться ну хорош валяться такая вот я розовая девчонка так что вам нужно знать про сегодняшний день сегодня не жарко нифига сегодня первый раз я спала внизу за очень-очень много лет последний раз внизу я спала наверно только в детстве и так прическа у меня не очень я ничего не запретала не спала с косичками вчерашними ну короче еще голова грязная надо помыть но что-то мне так лень я думал сегодня будет жарко я ее помою и как раз похожу по участку понял и меня все высохнет но что-то на улице вообще не жара сегодня может даже то мокро короче не могу понять что за погода еще не выходила из дома но точно не жарко ну хотя может и не холодно ну вообще нет такого что знаете дышать нечем солнце парит так короче если он спала внизу я так хорошо спала я встала 1050 по моему я так выспалась так было не жарко было не жарко было так удобно на новой кроватке в общем это просто блаженство покупки для дома вот реально этого намного лучше каких-то шмоток я не знаю чего еще техника для дома вот все ну это как бы на вкус и цвет как говорится но для меня купить что-то удобное домой то что будет делать мою жизнь там не на проще легче кайфовый элементарно даже знаете какой-нибудь тот же пылесос хороший я не знаю хорошую посудомоечную машинку большой телевизор классный вот все такое знаете вот мне даже никуда ехать за границу не надо ни в какие там даже не знаю куда чтобы знаете типа кайфануть смены обстановки или не знаю типа кайфануть от того что я не дома а где-то в другом месте соскучиться по дому я люблю дом всегда по нему скучаю как только выхожу из дома всегда по нему скучаю потому что дома всегда так хорошо так классно если вы мне сказали выбирай купишь себе там красивые сережки допустим там за 120 тысяч купишь себе классные сережки с бриллиантами за 120 тысяч или большой плазменный телевизор на дачу телевизор телевизор сережки мои мне очень нравится я с ними хожу уже много лет их люблю вообще самые удобные вообще не люблю менять что-то сережки я всегда в одном и том же хожу я вот у меня много разных украшений колец и сережек тоже много разных но я вот не люблю менять хотя я такая вроде девочка до люблю ухаживать за собой все такое но меня всякие украшения вот эти побрякушки ну не люблю вот один раз надела и все волосики мне надо как-то это подкорректировать перед при заплестись наверное выйти на улицу посмотри чё там как там вообще только над носочки наверное дети в кроссовках гулять потому что я думаю что это не жара нет ни жара сегодня у меня кстати вышел первый влог с дачи и вообще я первое видео спустя три недели на моем канале но мне если честно вообще не до этого было я даже какой-то момент подумал блин я разучилась и все снимать накрасилась попила чаёчек загрузила видосик как прикольно что все так радуются типа ура новый влог короче приятно читать комментарии что очень рады что вышел новый влог вообще скучали и ну конечно приятно вообще так странно быть блогером типа ты просто снимаешь свою жизнь показываешь и люди такие ура я так скучал наконец-то посмотрю это странно да с другой стороны я тоже вот у меня есть там какие-то блогеры может не знаю видео которые я с удовольствием смотрю это ура ну наконец-то новое видео мы за слава любим смотреть купленова летсплей и когда выходят новые там какие-то выпуски особенно на игры которые нам нравятся мы такие то есть это время вот такое наверное блин даже не верится что у кого-то может быть такая реакция на мои видео на реакции наши со славой это здорово прям приятным очень так пью чайок съела три целых три пирожка с мясом это был мой завтрак но уже блин два часа дня на самом деле прикиньте видосик просмотрела быстренько потом загрузила вот сейчас открыла сделала обложку заскринила всякие там кадры из видео вот сейчас не знаю если честно что делать в идеале реально выйти на улицу хотя бы посмотреть что там за погодка за атмосферка но самое лучшее это сейчас переплести косы потому что если я это не сделаю сейчас то я буду постоянно ходить лохматая и в какой-то момент подумаю ладно чё уже переплетает так что нельзя но я сейчас что-то включу а еще я же сидела сегодня и вчера сидела смотрела всякие качалки нашла прикольную качалку вот такую качалку я нашла прикольненькую достаточно такая типа коричневая с обычными подушками без всяких там узоров этих бесячих раскладывается тоже в кровать вот такую вот так вот сетка есть вот так вот можно можно снять боковушки вот эти черные коричневые можно вот так вот сидишь себе в домике там целуешься вот ну не знаю прикольная качалка мне нравится так она выглядит до сего тут еще есть под ну вот эти вот подстаканники ну короче подставки единство что стоит она 32 тысячи даже 33 короче просто на самом деле понятно цены выросли тут вообще есть капец какие дорогие конечно классные есть очень но такие прям зачем не знаю вот мне вот это очень понравилось прям отличный вариант знаете она такая не очень большая то есть короче чтоб стало хорошо прям интересно вообще а вот могут даже завтра доставить 9 в общем жду славу я ему скинула посмотреть то жду мужа жду короче мужа чтобы вместе решать такие вопросы потому что все покупки какие-то такие нашей семье которые планируются совершаться совершаются мы их вместе обговариваем типа надо нам это сейчас или нам лучше сейчас что-то другое купить на что-то другое денежку потратить и конечно качалка это не первая необходимость но сейчас же лето и в любом случае это качалка она будет стоять ну не год не два очень много лет там вот эта качалка которую кстати соседям дедушка отдал но мы с ним об этом договорились еще когда он был жив он мне сказал то что вот давай качалку старую отдадим соседям а мы типа новую купим вот и я такая типа да давай потому что я тоже хотела новую качалку я люблю качалки я всегда на дачах ищу качалку вот у меня мне нравится я люблю качалки сидишь качаешься и вообще люблю качаться стояли бы у нас качели я бы на них качалась слишком большая тетя уже для качелей очень красивые садовые диванчики есть ну короче говоря вот эти все покупочки такие конечно правильно когда в семье обсуждаются а вот есть еще вот такие тоже классные блин капец дорого эти коконы дорогие тоже есть дешевые как дешевые там написано до какого до скольки килограмм о двухместный ничего себе ух ты это что за лес него и вообще закрылся не просто смотрю я смотрю что тут есть вообще вот качалка которая смотрела вот это я смотрел это вообще круто конечно но 50 тысяч вот такого цвета было бы классно конечно прикольно но мне кажется она очень бы хотя не знаю почему-то по ощущениям она большая да или нет не знаю конечно вот это намного круче но вот такая крыша не уверена что нам подойдет конечно круче вот этого но и разница извините меня 20 тысяч ничего да это тоже ничего вот это мне нравится зачем прям супер какая-то дорогая но 51 тысячи это прям нормально вообще это прям в планы не входило лучше тогда телевизор пасмены взять телевизор можно смотреть и зимой и летом он короче не знаю но мне кажется это отличный вариант тут конечно есть подешевле да есть конечно подешевле да стоит на 10 тысяч дешевле получается сколько тут также по количеству этого самого да неплохая качалка но черт возьми и хочу вот эту ткань я не хочу вот эту ткань а уж тем более зеленую ну это совсем конечно для дачи наверное вообще атмосферно короче не знаю вот это тоже с узорами в общем как по мне так самый лучший вариант это вот который я показала вам где он симпатичная простенькая ну как простая симпатичная без всяких там и подставочки есть ну короче не знаю в общем слава приедет и посмотрим решим так мне надо косы переплететь все соберись возьми в руки переплети косы с надо за расческой сходить сейчас чем включу я вчера одну косичку за 4 или 5 минут заплела поэтому сейчас тоже быстро сделаю зато буду ходить как человек сегодня еще у сына наших друзей здесь на даче день рождения и слава сейчас москве заехал в детский мир купил тоже игрушки подарим малышу ходил сегодня по детскому миру игрушки выбрал да вообще рай для детей игра ну конечно там целый лабиринт просто из игрушек так что ладно я заплетаться короче говоря я в итоге решила помыть все таки голову мне показалось что лучше я ее все-таки помою чем буду на еще более грязную голову заплетать косички ну да это конечно такое ну просто блин так лень ну вроде солнышко вышло не знаю просто смотреть реально хочется чтобы была такая жара как вот позавчера например чтобы с мокрой головой выйти на улицу и просто по щелчку чтобы все высохло что ветер был не холодный вообще что было классно короче сегодня мне позвонила надя это не та надя которая моя одноклассница с которой кстати мы общаемся то любит спрашивать общаемся мы не общаемся а надя которая с дачи славы ну как его типа там троюродная сестра ну короче родственница вот я показывал даже фотки со свадьбы с ними во влоге знаете каком вот такой последний из москвы который мне был где фотоальбом со свадьбы покажу короче звонит мне говорит вот хотим все-таки собачку взять у них два ребенка девочка мальчик и они очень любят нашу вилочку просто обожают особенно лиза дочка обожают вилочку сюда когда мы приезжаем и они тоже на даче сразу типа ой надо скорее зайти собачка где вилочка вилочка выйдет ну короче очень мило вот и они уже несколько лет думают о том чтобы заводить собаку не заводить потому что по моему у лёша аллергия мужа нади на животных но я говорю слушайте йорки шикарные собачки у них волосы как у человека гипоаллерген но самом деле да мне кажется что да я понимаю что аллергии могут быть не только там на шерсть да еще что то но для меня вот самое такое неприятное что у животных может быть этот эти линьки потому что для человека который любит чтобы дома бы их чисто постоянно видеть волосы ну для меня это и просто в нос они летут ну как нет не люблю давай короче суть не в этом попросила меня контакт заводчицы у которой мы вилочку брали я дала все как бы я написала чтобы она мне и за это потом написала рассказала что да как то что самое интересно вот возьмут они собачку нет это же нам хорошо потому что вилочки появится подружка или друг не знаю у кого не возьмут мальчика девочек ну короче она написала я казалось что наша заводчика которую четыре года назад нам беречку продала уже не разводит собачек вот потом я написал昨a Тетя Инна, маме Карины, потому что где-то пару лет назад, по-моему, они тоже у меня спрашивали контакт заводчика Вивочки и хотели девочку взять племянницам тети Инны, ну, Карининым сестрам двоюродным. Хотели тоже собачку взять Йорика, но у моей заводчицы не было девочек на тот момент. Вот, они девочку хотели, и в итоге они где-то в другом месте взяли. Тетя Инна прислала мне номер, я скинула Наде, ну, чтобы подсобить как-то тоже, в моих интересах тоже, чтобы у них собачка появилась. И у Вивочки плюс друг, скажем так, который может жить где-то на даче, когда мы приезжаем, чтобы было весело как-то, не знаю, ну, в общем. И, собственно говоря, я скинула Наде номер, она туда тоже написала, там тоже уже все, не занимаются, не разводят собачек, прям грустно. Я сейчас написала подписчикам в Телеграм, кстати, подпишитесь на меня в Телеграм, потому что я там общаюсь, все спрашиваю, советы спрашиваю, сама раздаю советы, то есть я вот что-то готовлю, спрашиваю ребят, как это сделать, у меня очень много хозяек, девчонок, подписчиц, которые просто, не знаю, уже и мамы давно, и суперхозяйки, и нам есть друг у друга чему поучиться, и это очень здорово. Ну, короче, и вот скидывают тоже всякие контакты, заводчиков, вот. И я Наде скинула вот этот свой пост, который я вот спросила у подписчиков, говорю, вот смотри, там что скинут, поищи. И, короче говоря, под этим постом спрашивают у меня, что я думаю по поводу Юлика и Даши Каплан, это блогеры из Питера. Юлик, кстати, вот мы как раз со Славой начали снимать реакции после того, как я подсела сначала на реакции Юлика и Кузьмы, по-моему, с Хованским еще мы смотрели. Ну, сначала я смотрела, мне было интересно, потом я Славу тоже подсадила, и мы вместе смотрели. И для меня это было такое, типа, блин, как же классно, как здорово. Вот, мы смотрели, и мне так нравилось, и потом мы подумали, типа, блин, да мы тоже так можем, мы же тоже смешные. Тем более, там Юлик в основном там с мальчиками снимал, да, и Кузьма там, Хованский, прикольно было смотреть, как два мальчика. А я подумала, что, а мы подумали, что будет тоже прикольно, если как, типа, парень с девушкой, ну, Дашу с Юликом тоже снимали какие-то реакции, но они как-то нам не очень заходили, мы их не смотрели. Но не суть, суть не в этом. Короче, Даша Каплан и Юлик, блогеры из Питера, недавно поженились. С чем я хотела бы их поздравить, но сегодня, кстати, День семьи, 8 июля. Мы, кстати, с этими ребятами не общаемся, не дружим, нет каких-то у нас точек пересечения. Вот, но меня просто попросили прокомментировать, в общем, какая-то новость. В общем, не знаю, может быть, это хайп, как обычно, но было бы неприятно, если это хайп. Я не люблю такие вещи, поэтому я всегда, знаете, я всегда в первую очередь, я всегда верю. Думаю, блин, кошмар, наверное, это правда, какой ужас. А потом, когда это оказывается, например, если вдруг это оказывается хайп, то я просто разочаровываюсь в людях и думаю, ну, понятно, типа, всё, доверия к ним больше нет, и что бы там про них где-то не написали, я всегда буду думать, что это всё враньё. Поэтому я сейчас, как доверчивый человек, закрою матерное слово, скинули вот такую вот новость, что Даша пишет, мы разводимся, Юлик любит Машу какую-то, вчера на Тусе он мне изменил, всем спасибо. Либо потом пишет, извините, не, как бы, любовью занимался, скажем так, а, типа, переписывался месяц, а потом лизался. Я такая думаю, типа, чё? Причём эту новость я увидела ещё до того, как мне об этом начали писать в комментариях. Увидела, такая подумала, ничего себе жесть. Типа, они месяц назад, что ли, поженились вообще? Ну, вот прям буквально недавно. Если это правда, то это очень странно, потому что, насколько я знаю, недавно вместе уже столько всего прошли, и, ну, судя по каким-то там постам, ещё что-то, мне всегда казалось, что Юлик очень хорошо относится к Даше, что он там её не шеймит или как это называется. Ну, то есть, знаете, какие-то такие вещи, потому что она там одно время поправлялась, ещё что-то, а он прям всегда, наоборот, говорил, что она там красивая, и когда она там похудела, потом он ей ничего не говорил в духе, типа, вот, как хорошо, что ты похудела, типа, раньше было не очень, типа, такого не было, за что я ещё подумала, типа, о, какой молодец, как бы уважение, типа, правильно. Ну, короче, типа, не абьюзер какой-то там, ну, типа, наверное, хороший парень, смешной. Ой, я думала, типа, ну, блин, молодцы, ну, типа, знаете, приятно было так смотреть на них, думаю, ну, любят друг друга, молодцы. Ну, короче, не знаю, для меня это странно, потому что, когда люди долго встречаются, долго вместе, и потом у них происходит свадьба, счастливое событие, изменять, типа, переписываться с кем-то в такой момент, когда ты сделал предложение, у вас планируется свадьба, ну, прям тупо. Ну, прям тупо очень. Ну, прям тупо очень. Это, конечно, отвратительно, омерзительно, и я к этому очень плохо отношусь. Но, блин, когда ты публичный человек, мы со Славой даже это обсуждали, это насколько, это очень тупо. Когда ты публичный человек, ты блогер, например, ну, об этом все равно все узнают. Это просто нереально скрыть, нереально. Об этом все равно узнают, о каких-то переписках, о каких-то там штучках. Там, не знаю, кто-то еще узнает. Вот тот, с кем там, не знаю, Юлик переписывался с этой девочкой, она рассказала другой подружке, подружке еще кому-то. И в итоге все это дошло, и выяснилось на весь мир, на весь интернет, что все это разузналось, разгадалось. Ну, короче, это все равно всегда дойдет. Это все равно всегда дойдет. Вот это мне непонятно. Но, я скажу честно, на месте... Я даже не знаю. С одной стороны, прикольно, что они рассказали такие грязные подробности, грустные хоть, но такие подробности, что кто-то там кому-то изменил, они собираются разводиться. Прикольно только с точки зрения, что можно об этом посплетничать. Посплетничать, типа, ого, кошмар, жесть. Но я бы не стала выносить вот этот вот ссор из избы, если бы, не дай бог, что-то подобное было у нас. Или вообще, ну, типа, это, знаете, как если бы я каждый раз, когда мы со Славой поругаемся, поссоримся бы, рассказывал всем, не знаю, писал бы все, типа, это была последняя капля. Типа, может быть, мы разведемся, это невозможно. Но у меня никогда не было мысли о том, чтобы разводиться со Славой. У него тоже со мной. Да мы, блин, даже год еще. Сейчас только в августе будет год, как мы поженились. Ну, короче, нет, типа, разводиться, конечно, нет. Это прям, ну, я не знаю, что. Короче, все равно неприятно. Посплетничать я люблю. Но выносить ссор из избы нехорошо. Что-то съесть опять охота? Ну, когда же Слава приедет? У меня же макароны есть. Я сейчас сыр натру, макароны подогрею, с сыром посыплю, и будет офигенный обед. Так, ну что ж, я погрела себе макарошки, натерла сыр. Так что вот такой у меня будет сейчас шикарный обед. Не знаю, я обожаю макарошки с сыром. Я вообще люблю простую еду, без всяких там. Вкуснятинка, просто вкуснятинка. Такой, конечно, гурман. Скорее бы уже муж приехал, мы поедем на рынок и купим мясо, и сделаем еще шашлык. А то я уже целый день не ела шашлык. Нет, вчера тоже не ела, уже целых два дня шашлык не ела. Короче, пока ем, читаю комментарии под новым влогом. И, как всегда, я уже почти доела, но я уже, наверное, не знаю, не хочу больше. Уже и сыр весь съела. Какой смысл макарон без сыра? Короче, пишут, типа, Юль, ты не развиваешься? Я нормально отношусь к таким комментариям, потому что я понимаю, что для каждого человека развитие, развиваться — это что-то свое. Это что-то, что понимает только этот человек. Потому что для кого-то развитие, в первую очередь, духовное. Для кого-то развитие — это научиться там готовить. Для кого-то развитие — это, не знаю, изучать языки, узнавать что-то новое, посещать какие-то курсы. То есть для каждого развитие — это свое. Рассказывала вам в предыдущем влоге, что я начала читать книгу. Типа, я развиваюсь, вы чего? Я читаю книгу. Нет, это действительно первая книга за очень большое количество лет, которую я решила начать читать. И я ее не читала уже, наверное, неделю, никак не могу продолжить, просто потому что у меня постоянно находится что-то вот такое, что мне надо сделать. А книгу мне хочется почитать какой-то вот... Ну, знаете, на качалке за 32 тысячи. Вот хочу там ее почитать. Пока не купим, не могу продолжить читать. Да ладно, шучу, конечно. И вот когда я ее начала читать, там про детей... Ну, блин, там много, на самом деле, интересного такого, что вот прям сесть и хочется поделиться, рассказать. Не знаю, просто нравится ли вам тут атмосфера такая, чтобы я этим делилась. Вот я в Телеграм рассказывала, всегда с детства, даже не то, что общество воспитывает, родители воспитывают, все, да, общество, можно сказать, реально тебя, социум, воспитывает так, что дети — это смысл жизни. Я уверена, что каждый, кто меня смотрит, ну, те особенно люди, кто хочет детей, да, все такого же мнения, что дети — это смысл жизни, это наше продолжение, это то, что останется после нас, что это смысл жизни. Но каково же было мое удивление, что дети — это не смысл жизни. И это очень сложно принять и переформатировать свой мозг, не знаю, свое вот это вот сознание, отношение ко всему этому, потому что дети — это просто плод любви вашей, там, с вашим мужем, а не смысл жизни. Нельзя делать детей смыслом жизни. Вот я об этом переписывалась тоже с подписчиками в Телеграме, и многие со мной тоже согласны, ну, вот на эту всю тему мы болтали, что если ты делаешь ребёнка смыслом жизни, то в какой-то момент ребёнок вырастает и уходит от тебя, потому что ему надо свою семью создавать, и то получается, что уходит от тебя твой смысл жизни? Нельзя так делать. Короче, вообще в чём смысл жизни? Не в детях. Смысл жизни заключается в том, чтобы духовно развиваться. И лично для меня это самое главное развитие. Я уже в своём Телеграме тоже рассказывала, что вот у меня астролог есть, и она смотрела мою карту, и что как бы в плане работы, там, семьи, то есть у меня вот, например, главная цель жизни — это семья. Это не карьера. Это у меня стоит и на карте, и в моём реальном мире без всяких астрологических прогнозов и расшифрований каких-то. У меня семья — это первое, это самая главная ценность в моей жизни — это семья, чтобы дом был чисто, чтобы дети были накормлены, муж, чтобы был доволен. Ну, короче, вот это, ну, моя ценность. В плане развития, там, типа, знаете, не знаю, заработать миллиарды денег, посетить все страны мира. Мне на это вообще насрать. Не знаю, купить себе кучу дорогих вещей. Меня это всё не интересует, не волнует. Для меня намного интересней вот это вот духовное развитие. Я в Телеграм-канале рассказывала тоже, да, возможно, для кого-то я тупая вообще, как пробка, я понимаю, нет проблем. Но я просто так, я себя ощущаю как глубокий человек, да, я могу быть где-то глупой, я могу что-то не знать. Но вот какие-то такие вот вещи, связанные с семьёй, с детьми, там, с мужем, с родными, с любовью к самому себе, да, у меня с этим трудности, да, я над этим работаю. Но, как минимум, это даже, знаете, когда у тебя психосоматика какая-то плюс-минус стабильная, у тебя и в организме всё хорошо. То есть, ну как это сказать, когда ты постоянно на каком-то взводе, не знаю, в каких-то, не знаю, сложных ситуациях, не знаю, в стрессе бесконечном, в какой-то нелюбви к себе, ещё что-то, то сбивается, много чего сбивается в организме, и гормональные всякие вот эти сбои и так далее. Ну, для меня это всё просто интересно, я это всё люблю, и самое главное, это быть вот в гармонии с самим собой. Я сейчас говорю не про то, что я там нос себе хочу сделать, ещё что-то, ну, типа, да, я понимаю, что вот даже подписчики написали, типа, Юля, ничего не делай, ты красотка, и нос у тебя шикарный, вообще живи с ним, да может, я и буду с ним жить, я сейчас забью. Просто иногда возникают такие мысли, что это, типа, знаете, всегда можно быть ещё лучше, ещё лучше, но да, действительно, всегда будет всё равно, что бы ты с собой ни сделал, всегда будешь думать, можно было ещё лучше. И вот это чисто про меня. Просто есть люди, которые спокойно относятся, а есть люди, которые, типа, да, это хорошо, но всегда можно сделать ещё лучше. Это моя такая тоже фигня. По-другому не могу назвать. Это, типа, знаете, даже элементарно, там, что-то помыть, это просто из домашних дел, если пример привести, что-то помыл, смотришь, да, чисто, вкусно пахнет, но можно ещё лучше, чтоб скрипело прям вообще. Ну, короче. Короче, к чему я это? К тому, что, когда мне пишут по поводу того, что я не развиваюсь, я понимаю, что люди, скорее всего, имеют в виду, что я, не знаю, не посещаю какие-то специальные курсы, ещё что-то. Ну, вот, например, мне интересно научиться готовить вкусно. Я даже, по-моему, в каком-то влоге, нет, в Телеграме, говорила то, что, ну, рассказывала, что мы сидели с подругой, я ей говорю, слушай, мне кажется, что если бы, если бы мне сказали, ну, не сказали, вот такая ситуация, в которой я должна рожать детей, сидеть дома, готовить, убирать, ну, и что-то там чуть-чуть для себя, ну, как бы, не то, что для себя, а просто какие-то иметь тоже хобби, но в целом, типа, быть такой вот хозяйкой дома. Я бы смогла, мне кажется. Я бы смогла, потому что, я не знаю, для меня это, это, как, знаете, то, без чего я не могу жить, убираться дома. Я не могу без... Даже если я не хочу это сделать, даже если я устала, даже если... Даже если в какой-то степени не так уж я люблю убираться, в том плане, что это же труд, это же тяжело, это же потом болит спина, еще что-то, ну, смотря, что ты делаешь, конечно. То есть в этом смысле, конечно, кто любит убираться, но я люблю чистоту. А чистота не может быть в доме, если ты не убираешься. Поэтому, типа, это то, без чего не могу, то, что для меня крайне важно, и поэтому я бы, наверное, смогла так жить. Ну, короче, я просто к чему хотела рассказать вам вот такую небольшую и вот про книгу, что я читаю. Там очень много всего интересного. Как-нибудь мы с вами сядем, может, не знаю, с кофеечком, на качалочке, может, не знаю. Я с вами тоже поделюсь своими мыслями, что я там думаю, что я успела прочитать, потому что я об этом как-то рассказывала в телеграм-канале, и мне показалось, что это очень-очень крутая такая информация. И вообще, мне кажется, каждая мама, каждая женщина должна обязательно прочитать такую книжку. Там в книжке есть такой момент, что, короче, книгу написал психолог, я вам её потом покажу, я не помню, как её зовут. Ну, короче, психолог написал эту книгу, и он говорит, значит, такие вещи пишут, что вот, значит, история. Болел ребёнок, лежал в больнице, и он пообщался с родителями этого ребёнка, пригласил их на какую-то там свою лекцию, они послушали. И, короче говоря, суть в чём, что бывает, что дети болеют, потому что у мамы с папой плохие отношения. И вот они, значит, начали что-то там менять в своих отношениях, появилась какая-то любовь, там, романтика, ребёнок выздоровел. Я помню, ну, я Славе рассказываю, слушай, вот я прочитала такую вещь, я вот её как понимаю? То есть, вот, не дай бог, да, тьфу, у нас ребёнок, он заболел, вот мне что, надо пойти с мужем с***ем позаниматься, чтобы он выздоровел? А Слава такая говорит, нет, ну да, ведь разные же болезни бывают, ну, понятно, психосоматика, психологические, какие-то вот такие штуки. Понятное дело, что что-то, ну, как бы, может быть, знаете, как дети видят, что у мамы с папой плохие отношения, начинают себя накручивать, то, что это из-за меня, я плохой там мальчик, или я плохая девочка, я что-то не то делаю, там, родители поэтому ругаются, ну, то есть, начинается такой стресс. Понятное дело, что всё это важно, ну, как бы, и это поразительно, и просто я такая, вот я почему ещё рассказала своим подписчикам, что для меня очень важно эту книгу прочитать, её осознать, переварить тоже, потому что я сумасшедшая мамаша, несмотря на то, что у меня сейчас нет детей, но я знаю, что я сумасшедшая мамаша, потому что я вот, ну, блин, сами, знаете, как я над Вивочкой трясусь, пучу-пучу-пучу, Вивочка, всё хорошо, мой хорошенький, всё хорошо, мой сладенький, мой миленький, всё хорошо, моя деточка, то есть, понимаете, трясусь, я помню, было время, когда я Вивочку отдавала маме, когда мы улетали куда-то на две недели, я плакала, Я каждый день писала, как Вивочка, пришли мне видео. Ну да, я просто её люблю, она мой малыш, и лучше меня никто о ней не позаботится. Даже моя мама не помоет, не расчешет Вивочку лучше, чем я, потому что я её мама, ну понимаете, вот я такая мамаша. И мне всегда было страшно представить, что же будет, когда появятся дети. Я не хочу быть сумасшедшей вот этой больной мамашей, которая трясётся над ребёнком. Я не хочу быть такой, потому что это немножко неадекват в моём понимании, и мне хочется сделать всё правильно. Я понимаю, что идеального не может быть, и всё равно всё правильно ты не сделаешь. Но как минимум такие вещи, что не надо забывать про мужа, самое главное это ваши отношения с мужем, не надо делать ребёнка смыслом своей жизни, потому что это жёстко, это неправильно. Потом не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя, потому что дети — это наши маленькие копии, и если родители немножко ебанут, то, следовательно, и дети будут такими же, плюс-минус такими же. Поэтому я, ну как бы считаю, да, что есть очень много таких каких-то моментов, которые нужно учитывать. И всё это я вам говорила, потому что я видела комментарии, что я не развиваюсь. И мне хотелось бы сказать таким людям, что да, я не развиваюсь в вашем понимании, я не посещаю курсы, я не летаю за границу, не изучаю языки. Мне это неинтересно, это не мой путь развития, мне интересно другое. Может быть, я не знаю, через пять лет пойду там на психолога отучусь, напишу книгу, и вообще ещё подумать, охренеть, а мы думали, она не развивается. Ну это я, конечно, утрирую, я не знаю, что будет в будущем, но я просто имею в виду, что у каждого человека свой путь, у каждого человека свои интересы. Если кому-то интересно там фэшн из моей профессии, мне это абсолютно неинтересно, у меня дачный фэшн, понимаешь? У меня это макарошки с сыром, мне хорошо так, я так люблю жить, я так счастлива. Да и как минимум, типа, знаете, вот эти все тряпки, не тряпки, вот просто даже предыдущий, через влог назад, когда я собирала вещи дедушке, я сказала, что так странно, что после нашей смерти мы не можем забрать с собой эти вещи. В этом, ну как бы, и не то, что смысл, а то, что вот всегда же говорят, что это просто вещи. Самое главное — это то, какой ты человек, твое духовное развитие, ваши отношения там с родными, например, потому что вот эти все вещи, вот эти все богатства, там ещё что-то, ты, ну, не заберёшь с собой туда, это не ценность. Ну, понимаете, ценность — это ваше духовное развитие, вот в чём смысл жизни, духовно развиваться. Поэтому вот такая вот у меня речь. Напишите, что думаете в комментариях, очень интересно будет почитать. Ах, на улице что-то вообще не жара, ну и не холод, но пасмурно как-то. Уже три часа дня, а я за сегодня ничего по дому не сделала. Даже не верится. Ничего, успею ещё. Я сегодня хотела сделать себе такой небольшой релакс, немножко отдохнуть, потому что я последние два-три дня. Сколько мы здесь уже? Ого, сколько мы здесь уже? Мы приехали, получается, пятого. Раз, два, три. Третий день. То есть пятого одна ночь, вторая ночь. Ну да, три ночи, короче, уже здесь. Ну, прикольно, время быстро летит, слушайте. Ну, мне нравится на даче, мне хорошо здесь сейчас. Мне даже нравится убираться вот это всё, несмотря на то, что я заклевался, ну и всё такое. Но мне нравится, мне здесь спокойно сейчас. Не хочется в Москву, не хочется вот... Ну, а что в Москве делать реально? Вот реально, что делать в Москве? Я не знаю. Я не хочу ходить на мероприятия ни на какие мне это вообще. У меня вот мероприятие. Мне надо беседку помыть. У меня такое там завтра-послезавтра мероприятие. Короче, сейчас расскажу вам одну интересную историю из моего детства. Когда я была маленькая, дедушка повёз меня прыгать на батуты. И там я познакомилась с мальчиком. Это было очень давно. Я познакомилась с мальчиком, с которым мы вместе прыгали на батуте, сдружились и предложили ему поехать к нам сюда на дачу. Он был постарше меня. Вот. Ну, мы как бы с дедушкой были. Это не то, что там какая-то любовь-марковь. Нет, я вообще, я типа, ребёнок была. Всё такое. Просто, типа, сдружились с мальчиком на батутах, прыгали. Вот. Но он там не смог, что-то не получилось. Короче, суть не в этом. И я помню, я помню вот это. Я помню, что там мы сдружились, ещё что-то. Ну, вот буквально пока прыгали на батуте, не знаю, минут 30-40. Не знаю, сколько мы там прыгали. Ну, короче. И сколько-то лет назад он мне пишет, по-моему, в директ. Типа, привет! Типа, мы с тобой прыгали на батуте в детстве. А, вот, привет, блин, в 19-м году случайно наткнулся на тебя. Мы очень давно ещё будучи детьми. На батуте прыгали часа три у Баскина Робинса. Вспомнил тебя, увидев твоего дедушку. Он мне тогда запомнился, и тут я его увидел в видео у тебя. Вот. Он мне написал в 19-м году. Я ему ответила, типа, привет, ого, здорово, да, я помню. И получается... И вот сейчас он мне тоже написал по поводу... Я выставляла то, что мы думаем покрасить стены. Ну, просто думаем, да? Что как, чего? А он там занимается какими-то тоже лестницами, что-то такое они делают. Ну, на объектах каких-то красят, советами какие-то скинул. Показал, как там вот на доме каком-то объект скинул мне видео, покрасили стены. Ну, красиво, кстати, чего? Он говорит, потолки обычно в белой красит. А вот так вот, да, тут, типа, стены. Такие, ну, короче, не рыжие, а такое как раз. Со временем нужно еще кисточки дополнительно проходить. Вот потолок, пожалуйста. И стены одним цветом, потолок другим. Ну да, было бы неплохо так сделать, красиво. Потом жене своей рассказал что-то про меня, и она тоже что-то мои видео вроде начала смотреть. Что-то такое. И, короче говоря, вот он посмотрел мой новый влог, там, где я говорю, что дедушка очень щедрым человеком был. Всегда он всем помогал. Просто, ну, реально, я даже не смогу все истории вам рассказать, сколько он людям помогал. Я даже у себя в телеграм-канале рассказала, что никогда не забуду историю. Когда мы пришли в Адидас, я, дедушка и мой брат Гоша. И дедушка нам покупал всякие вещи, себе что-то брал. Что-то мы тогда очень много там всего набрали, дедушка купил. И, короче говоря, девочка-консультант, которая приносила вещи нужного размера, она, наверное, моего возраста была. Вот как мне сейчас, там, ну, лет 25, может, не знаю. Тогда-то мне, я не знаю, сколько было лет, там, 10, 11, 12, что-то такое. Вот, и мы когда уже все купили, дедушка попросил вот эту девочку выйти из магазина. В магазине, типа, нельзя, там, что-то там. Короче, попросил выйти из магазина и 5 тысяч ей дал, представляете? Ну, просто вот за то, что она нам помогла с размерами, дал ей 5 тысяч. Я помню, я офигела. Я такая, типа, дедуль, это ее работа. Ну, то есть, знаете, вот, я тоже щедрый человек, я ничего не жалею. Ну, то есть, ну, я реально, как бы, считаю, что я щедрый человек. Но я понимаю, что я не могу быть такой, как мой дедушка. Он слишком, ну, я не знаю, людей вообще, в принципе, настолько щедрых. Это у меня в голове не укладывается. И я понимаю, что мне есть к чему стремиться и быть таким же достойным человеком, как мой дедушка. Тоже, ну, как бы щедрость, это, конечно, такое. Дедушке много давалось в этой жизни, и он очень много отдавал. Поэтому я думаю, что дедушка очень хорошую, достойную жизнь прожил. Самое главное, что я не знаю вообще человека, который бы как-то плохо о нем думал. Но я уверена, что большинство людей прям очень тепло к дедушке относились. Да чё ж говорить, даже мои подписчики, которые не знали лично моего дедушку, просто по видео даже говорили, какой он хороший был человек. Как, ну, вот видно было, что очень хороший человек. Мне как раз пишет вот этот парень, с которым мы на батутах прыгали. То, что, кстати, в ролике сказал про то, что дедушка щедрый был. Мы с женой в МТС работали, жена ему как-то помогла с телефоном, тариф поменяла, что-то настроила. Он ей потом три раза давал по тысяче на тортик. Насколько бы я не была щедрым человеком, я не могу это, это невероятно. Потому что я всегда думаю, ну как так, типа, да, чужим людям, конечно, надо быть хорошим, добрым человеком, щедрым, там, добро, делай добро, да, и всё такое. Но я всегда думаю, ну у меня же есть семья, типа, моей семье лучше надо что-то купить, там, ещё что-то. Ну, то есть у меня вот такое, ну, типа, знаете, а дедушка был просто очень щедрый. Так, я посушила голову, правда, она немножко влажная. Фен тут, конечно, не такой быстрый, как в Москве, но хороший всё равно, не самый старинный. Помню, дедушка покупал сюда тоже фен, чтобы когда я приезжала, мне было чем голову сушить. В общем, говорю, Виви, пошли гулять. Не знаю, что там по погоде, хоть надо выйти. Кстати, Слава мне написала, что он уже едет к нам, к своим милым деточкам, девочкам. Так что через час он уже приедет, и это хорошо, может быть, съездим в город, купим мясо, не знаю, что-нибудь такое. Пошли гулять. Пойдём. Пойдёшь гулять? Пойдёшь? Пойдёшь? Всё, мы вышли погулять. Ну так, ничего, погодка. Так, ребят, приехал Слава, и мы сейчас сидим, смотрим качалки. Я ему показала ту, которую я нашла. Он одобрил, сказал хороший. Но мы решили посмотреть, может быть, здесь на даче где-то есть какие-то магазины тоже. И может, чтобы нам не заказывать с интернета, мы поедем и глазами посмотрим, выберем. Да что ж ты будешь делать? Ну, обычно в Подмосковье всегда есть вот эти вот всё для дома. Но мне кажется, вот это всё для дома, это не то немножко. Не похоже, что там есть какие-то такие. Это знаешь, как надо, не для дома, а типа, а всякие дачные такие магазины. Есть же большие такие магазины дачные прям. Там куча, там и деревья продают, знаешь, такие. Я знаю, что здесь есть не в самом городе, а чуть подальше можно выехать. И там есть большой магазин дачный. А ты только найти. Даже есть вариант с рассрочкой взять. Таким образом, типа, блогеры нормально зарабатываем. Но не знаю, всё равно как-то, знаете. Я уже там прочитал коммент про то, что я маму отвёз, типа, в больницу городскую, типа, по полюсу. Ага, типа, маму не любишь? Ну, типа, что, ну, типа, лечиться в этом, в городской больнице, типа, вообще совсем, типа, уже бомж. А, ничего себе. Я же ей сказал, что продлить рабочий больничный ей можно только в бесплатной городской поликлинике. На самом деле я не вижу ничего плохого лечиться в бесплатной больнице. Извините, какого чёрта я должна переплачивать за какие-то там процедурки, за какие-то ещё штучки, если я по праву рождения, да, родилась в Москве, имею полис и вообще имею возможность, в принципе, ходить и получать бесплатно какие-то там штуки, осмотры, не знаю. Дрюки. Дрюки, да. Типа, почему я должна ходить, например, и платить, ну, за то же самое, что мне в бесплатной больнице должны предоставить? Я лечилась в бесплатных больницах не один раз и буду лечиться. И в платных, что-то в платных делаешь, что-то в бесплатной и очень даже хорошо. И на самом деле врачи, как известно, могут быть очень хорошие и в бесплатной больнице, и у нас даже есть свои там врачи именно в бесплатных больницах, там, не знаю, те же гинекологи, например, свои хорошие есть врачи, которым, ну, как бы, всегда можно прийти именно в бесплатных, да, представляете? И зачем мне ходить в платные куда-то к каким-то вот врачам, которые хотят меня, хотят, хотят меня залечить, например. Я уже ходила к кандидатам медицинских наук Которые мне 12 позиций лекарств выписывали Чтобы я сдохла просто от этих лекарств Залечить меня хотели Ладно, поехали шашлык купим Чего мы сегодня шашлыка не поедим? Поедим Ну а как же мы его поедим? Его же замариновать надо уже 6 часов Когда мне есть шашлык? Воздушные шары? Какие шары? Не хочу я шары, я хочу шашлык Мы заказали вот такую качалку Следовательно, мы оплатили вот эту качалку А не коробки, например, разобранные Да, следовательно, нам должны привезти Именно такую качалку Ну, я считаю, что это не проблема Просто у них на Яндексе здесь не написано Будут они собирать или не будут Но если не будут, то есть два варианта Либо собрать самим, либо просто заплатить им денежку Так, все, мы едем наконец-таки в город Покупать Наконец-таки шашлык Я безумно скучала по шашлыку, я уже не ела 2 дня Вино открыть А не пью я, зай? Сколько? Тоже 2 дня Вот это срок Можно выпить Это да Ты уехал, я вчера обедала пельменями А ужинала я сосисками с макаронами, с кетчупом А сегодня, короче, завтракала я пирожками с мясом А обед у меня был макароны с сыром Макароны вчерашние, понял? Очень круто Еще как круто Еще Слава ездил, заезжал на дачу к своей бабушке и дедушке И привез козьего молока Я не люблю козье молоко И вообще... Две банки по 3 литра каждого Да, вот для них он заказывал термопакет Сумку большую, такую прям 6 литров козьего молока, а? Представляете, сколько там вкуснятина Да, Слава любит, пьет Вот, а я так Только чтобы не дышать в этот момент Странные у меня какие-то ощущения Нужно привыкнуть просто Полюбить И никогда, никогда не отпускать И не забывать Тоже много вредно, надо бережно И не везде хорошее молоко козье То есть тут-то я знаю Это у моих бабушек с дедушек Я знаю Чем кормят Они делают это как для себя, знаете А есть те, которые на продажу делают Они как бы непонятно, чем там коз кормят У меня, знаешь, страх вот этого супер Типа натурального из-под коровы Или из-под козы Что там будет, не знаю, у козы Ну, непонятно же, да, что там Там гной, например, из вымя Ну, что-то такое Все это в молоко И ты все это пьешь Ну, типа, для меня это прям Хотя бывает, да, мы там фастфуд какой-то едим А там вон, типа, новости, что там типа плесень, плесень Но я всегда, я вот Слава тоже говорю Типа, блин, что, не будем там больше хуже Там типа плесень Я говорю, ой, да ладно, это эти Конкуренты Американцы специально, короче, подстроили Что типа не будет у вас здесь Это не американцы Это мы это могли сделать спокойно Бургер Кинг и KFC Они же монополистами стали Ну, в плане, что они же Весь рынок фастфуда заняли собой Когда ушел Макдональд Ну, слушай, те, кто не любили Бургер Кинг и KFC Не полюбят его только потому, что ушел Типа Макдональд Ну, не, кому-то просто нужно Быстренько перекусить Им пофиг, где Бургер Кинг Им пофиг, Бургер Кинг и KFC Слушай, ну вот мы с тобой, да Мы с тобой как ели KFC-шку бургер, да Ну, редко, но иногда прикольно Так и осталось Мы с тобой начали больше кушать шаурму И выпечку Ходить сосиски в тесте Всякие штучки, дрючки Ну, это мы Вот я бы никогда не стала Вот ни у проверенных, ни известных, незнакомых людей Покупать, например, натуральное вот Козе, коровье молоко Потому что реально Ну, не знаешь Вот у меня страх Вдруг там чё Плюс ещё, если вам больше 40, да 50, то вам тоже Оно не очень Полезно Но это можно посчитать в интернете Мы как-то решили посчитать Типа, чё вообще хорошего в молоке козим Понятно, что там куча всяких витаминов И так далее Но там написано, что с определенного возраста Например, вообще не рекомендуется Блин, ты что же здесь за ферма такая классная? Вот здесь тоже козья ферма Да, мы как-то видели с тобой, что там прям козочки классно гуляют Любопытно так Вот такой вот здесь рыночек прикольный Тут, кстати, есть всё И чанах, и лаваш Помню, мы здесь тоже брали Прям мне так нравилось сюда приезжать Когда мы здесь жили в карантин Короче, мы приехали в другое место Потому что там, где мы были, на том рынке Не оказалось мяса Курица была Короче, там был последний кусок мяса Типа маленький Свинина, шейка Мы решили не брать, типа чувствовали меня последний кусок И маленький какой-то был, весь жирный Я думаю, да ну нафиг Вот, курочка была Курочки взяли, крылышки Хотели ножки ещё взять Они там тоже какие-то последние были Мы что-то такие, типа Короче, мы только что зашли вон с тех дверей Мне кажется, это вообще, типа, не вход главный В общем, сейчас посмотрим, что тут есть Прикольное место Купили и мясо И даже воблы взяли С пивом Но я буду воблу с вином Ну, я рада, что мы купили Всё, что надо Жалко вот только Шашлык Мариновать хочется С ночи Чтобы более замаринованный был Ну, в общем, посмотрим сейчас О, фрукты, овощи Вообще у нас всё есть, в принципе Я бы, конечно, ещё в обычный продуктовый заехала Но это надо было сделать там, где вы были На том рынке Там есть, по-моему, магнит, что ли, или что-то такое Ну, в принципе, у нас всё есть Клёво Много тут всего Тут даже есть женское бельё Смотри, магазин мужской одежды Мираж У меня классное место Тут церковь рядом Да Кстати, нам надо сходить в эту церковь Что самое интересное, что меня крестили в этой церкви Ну, Слава, об этом, знаете Мы далеко можем зайти Не, давай в другой раз Уже поздно, во-первых Надо днём приехать Да, надо на Москву реку съездить Угол Уже закрылись Я, Виви, так вкусняшки не купила, как обещала Цветочки продают Можно купить и посадить Давайте с тобой займёмся сельскохозяйственными делами Так, ребят, мы приехали Я замариновала куриные крылышки Порезала шашлык Сейчас порежу сюда лучочек Спеть и шмяк-шмяк Поставлю яички вариться Из них у нас получится салат мимоза Ну, вы знаете, я уже снимала вам как чё Сейчас протру Так что надо использовать всё с умом Или на эту поставить Ну всё Сварим яички И потом займусь салатиком Так, я всё подготовила Сварила яйца Сейчас они в холодной водичке стоят Чтобы их было лучше чистить И так далее Всё хорошенько отваливался Картофель Слишком много Я знаю, выглядит очень много Но не было больших картофелей Буквально две большие картошки На рынке нашла Все остальные были какие-то маленькие Поэтому решила побольше взять Потому что мы завтра споедим Ещё что-то Ну и, короче, вот на самом деле Я много взяла картошки Вот так было бы в самый раз Ну, даже нам бы хватило вообще Три большие картошки Ну, четыре, ладно Чтобы на два дня, если что, хватило Но больших не было, короче А я картошку люблю Я могу за раз вообще две съесть Три, если ещё с венчиком Сейчас я буду делать салат Мимоза И два овощных салата Один будет с луком и с маслом Огурцы и помидоры для Славы А другой будет с вот этими зеленюшками И тоже огурцы и помидоры с майонезом Для меня Вот, а мимоза на завтра И её сегодня мы кушать не будем Она будет стоять в холодильнике Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, ну что ж, ребят, показываю вам, что я сделала за все это время Картошку Слава уже приготовил на углях, очень вкусная Это мой салат, я его заправлю попозже майонезом, солью, перцем Это салат Славы, здесь огурцы, помидоры и вот такой лук Тут сейчас я вот то, что мариновала, крылышки, шашлык И салат Мимоза, вот он, а вот молоко Козе Слава привез бабушке, дедушке Здесь у нас вобла, очень любопытно Еще надо будет порезать сыр Чанах, сыр Сулугуни И у нас есть еще лавашик Так, ребят, смотрите, какую поляну я подготовила Два салатика разных, огурчики там, сырочек Лаваш порезала, уже вино налила Слава будет лимонад Вот, сейчас сюда он принесет шашлык И вот сюда в плед я закутала картошку, потому что я ее уже очистила от фольги Чтобы быстрее кушать, чтобы вот это вот руки не пачкать Поэтому, в общем, такая красота Сейчас сядем кушать и смотреть летсплей Вот видишь, с одного выстрела дробовика, я ушатал грузомбар А с одного выстрела пистолета, я не ушатаю ни одного Ха-ха-ха, живой с***ки Так, ладно, этот готов Этот ползет пока Да твою же мать, ну пробел же, нажимай Ну опять же, я постоянно нажимаю пробел, не срабатывай И, короче, не надо делать так, чтобы он упал и оставил Ребята, мы будем кушать и потом отдыхать И на этом я с вами прощаюсь Всем пока